Всем привет! Блендер 2.91. Не стал я делать ролики, как я делаю от этого персонажа. Там ничего интересного. Всё обычно по прошлым роликам. Долепливай, вытягивай. И давайте рассмотрим, что в нём есть. Эту модель я, как обычно, отдаю вам под эксперименты. Можете её менять, можете там что-то в ней дорабатывать, добавлять, перелепливать. В принципе, она свободна в использовании. Так, итак, рефы я в конце ролика кину, вот эти. Если вы захотите сами попробовать вырепить его, то рефов очень мало. И попробуйте, возможно, вот эти вам помогут. Так, что в нём есть? Давайте посмотрим. Это ошейник, значит, глаза, кости. Кости уже всё поднастроено. Вы можете, конечно, ещё тут поделить, добавить. Где-то какие-то косточки, сами перенастроить на своё усмотрение. Заменить кости именно внешний вид им поменять. На кубы, на сферы, на цилиндры. Итак, давайте зайдём в PostMod. Это вот косточка отвечает за челюсть. Нажимаете R английскую и рот открывается. Так, я сейчас поближе поставлю. Вот так. Здесь рядом, вот она рядом, здесь находится ещё одна косточка. Она отвечает за челюсть нижнюю. Вот она челюсть. Вы её можете убирать. Как-то, если он улыбается, зубы выставлять. Всё, как и у Бориса. Ctrl-Z. Так, ещё одна косточка. Пришлось её немножко перекрутить, чтобы было видно. Это верхняя челюсть. Это вот они, зубы. Вы можете тоже их вытаскивать. Как-то тут R перекручивать. Подгонять, подставлять и так далее. Ну, вот эта косточка, она просто держит вот эту вот морду, чтобы она не ломалась. Привязана она, опять же, к голове. Челюсть привязана тоже к голове. Уши привязаны к головной кости. Это вот шея. Давайте посмотрим, как она работает. Р, ну, таким вот образом. Ctrl-Z. Глаза. Смотрим, как работают глаза. Значит, R. Вот эта вот косточка R. Нажимаем. Это веки верхние. Вот так они сгибаются. А вот эта косточка, это нижние веки. И вы можете глаза жмурить. Ну, так получается. Можете тут еще подкорректировать как-то. Под себя тут сделать под мимику. Добавить какие-то косточки. Так, теперь что еще? Тройка на нампаде. Закроем, допустим, пасть. Вот так вот. Так это сильно. Смотрим, как он теперь выглядит. Ну, вот он теперь жмурится. Смотрим уши. С ушами можете, конечно, еще поработать. Поделить эту косточку на две кости, чтобы вверх ухо гнулся. Вот эти кости черепные, вот эти две косточки держат череп. Для чего? Для того, когда вы начинаете крутить вот эти вот веки, брови веки, чтобы вот эта черепушка оставалась на месте, а не шла вместе с глазами вперед. Так, вот эта кость, это R. Двигается нос. Если вдруг будете делать анимацию, что он там нюхает. В принципе, одной косточки достаточно. Так, Ctrl Z. Что еще можно показать? Это вот глаза. За глаза отвечают вот эти кости. Можно их поближе поставить. Это вы уже посмотрите тоже сами. Так, отключим видимость костей. И получается, что у нас G. Когда мы эту косточку поднимаем, у нас вот поднимается кверху глаз. Когда мы эту косточку G опускаем вниз, у нас двигается глаз вниз. И так же все дело поворачивается вбок. Но вот вбок чуть-чуть надо поставить ограничение. Тут сильное движение вбок не надо. Просто глаз и так мало должен двигаться влево-вправо. Потому что у него так череп устроен. Вот вы видите, что поворота глаза достаточно совсем немножко. Так, тройка на нампаде. Единица на нампаде. И посмотрим давайте уши. Так, тут присутствует камера. Опять же свет. R. Перекручиваем. Вот так вот ухо, как в мультфильме. И немножко придется ухо R перекрутить в сторону. И опять опустить. Тут вот начинает идти ломка. Но добавить еще какую-то косточку в принципе нельзя. Потому что тут будет уже какой-то тоже задержка. Будет торчать что-то. Единственный вариант. Это вы тоже сами поэкспериментируйте. Можно вот эту кость, повторюсь, поделить на 2-3 кости. И получится, что нижняя часть кости будет оставаться вот в верхней части. Давайте посмотрим, как это сделать. Вот выбираем кость. Заходим в Edit Mode. И просто нажимаем Subdivision. И в боку вот эта панелька. И можно поделить на 3 кости. После этого, конечно, обязательно все это дело перевязать. Потому что... Давайте посмотрим, будет работать. Нет. Я всегда перевязываю. Вот чуть-чуть вы нажимаете. И работаете уже, допустим, с этими ушами. Да, их надо будет еще раз привязать. В Object Mode выбрать модель. Выбрать кости. И нажать Ctrl-P. Widget, автоматик, виджет. Перевязать все это дело. Так, что еще тут я хотел показать? А, ноги. Давайте посмотрим ноги. Post Mode. Тройка на нампаде. Inverse Kinematic установлен именно влияние на две кости. Вот, на две. Вы можете также здесь поднастроить на Copy Location. Эту косточку на Copy Transformation. Ну, как в прошлых роликах. Посмотрите. Держите. Углубляться не буду тогда. Так, джи. Лапы работают нормально. Вот. Я тут теперь на этой модели чуть-чуть переделал вот эту часть. У болта была одна кость. Я добавил две кости. Для чего? Чтобы можно было при беге, вот это теперь плавно делать. Вот этот вот поворот. Вот эти вот все штуки. Вот. Теперь лапа будет плавно идти. Будет походка и бег более такой нормальный. Ну, задние лапы тоже так же установлены. На две кости. Копию. Inverse Kinematic. R. Перекручиваем. Все работает. Все нормально. Вроде казусов нет. Так. Это косточка позвоночника. Вот вы видите, что все за ней движется. Все нормально. Все привязано. Ничего не отпадает. Так. Это косточка хвоста. Она тоже привязана. И настроена копиротейшн на остальные косточки. Вот. Чтобы он вот так вот. Ну, типа мягко менял свою форму. Ну, вот такой вот обзор. Вот на такого персонажа. Вот такой прикольный вроде получился. А! Еще что не показал. Здесь есть жетон. Вот она косточка отвечает за жетон. Когда он будет бежать, можно этот жетон немножко вот так вот перекручивать, чтобы он тут как-то болтыхался на шее. Будет тоже нормально, прикольно. Ну и все. Теперь смотрим рефы, если кому-то надо. И качайте вот эту модель. Опять же, кому надо. Пробуйте, экспериментируйте с ней. Какие-то моменты. Здесь уже мимика почти готова. Можно еще, повторюсь, доработать. Это вы уже тут сами полазите, добавите косточки. Все в таком духе слова. Все. Всем пока. До свидания. Ссылка в описании. Продолжение следует...